Друзья, сегодня я хочу вам показать десетевой дом под названием Дивное. Здесь у нас в этом районе, точнее поселок Дивноморское, находится вся инфраструктура, которая вам будет необходима. То есть это магазины, это аптеки, до моря здесь очень близко. В принципе, кафе это все в шаговой доступности, очень близко в шаговой доступности. Вот наш гостевой дом. На территории дома имеется теннисный стол, бассейн, баня, мангал, терраса с шезлонгами. Очень много, я так считаю, много зон для отдыха. И вообще, в принципе, хорошие номера. Я вам сейчас все обязательно покажу и все цены оставлю в описании. Поэтому, если вам он нравится и вы хотите сюда приехать, то звоните мне по указанному номеру телефона и бронируйте для себя номер. Сейчас мы заходим на территорию нашего гостевого дома. Как мы видим, у нас присутствует бассейн, есть столики, зона отдыха. Кухня общая на первом этаже. Санузлы имеются также на первом этаже. Теннисный стол включен в стоимость. Можете пользоваться без проблем. У нас бассейн с бурлящими штучками. Чистый бассейн, да, такой немаленький. И вам, в принципе, купаться вашим деткам будет его достаточно. Фонтанная такая зеленая зона. И опять же, зона отдыха. Очень-очень мне нравится этот гостевой дом. Я покажу, наверное, начну показывать кухни. Общая кухня имеется. Это большая редкость, когда в таком масштабном гостевом доме имеется общая кухня, вообще зона приготовления пищи. Потому что обычно все кушают на набережной и не заморачиваются с заготовкой. Здесь есть зона приготовления пищи. Микроволновка, полностью вся посуда, раковина. Чайник здесь есть и есть в каждом номере. Поэтому к чайнику можно не привязываться именно здесь, не бегать, не включать. Холодильник и кондиционер. Больше ничего не нужно. Пришел, приготовил по желанию, сел, покушал, все за собой убрал, помыл и пошел себе, пожалуйста, отдыхать, либо гулять, либо на море. Это санузлы у нас идут для экономов. Так, да, раковина. И по три, получается, зоны принятия душа. Да, вот такие зоны принятия душа, по три. И, нет, две. И два туалета. То есть две душевые, два туалета. Сейчас хочу вам показать именно сам дом и две раковины, соответственно. И обязательно бонусом я покажу вам крышу с зоной отдыха с нашими звонками. Вот мы зашли в наш гостевой дом. Здесь у нас на цокольном этаже есть номера экономы. И на остальных последующих этажах я номера сейчас обязательно покажу. Начну, наверное, с цоколя в первую очередь. Хочу сказать, что здесь видео наблюдение. Так, вот у нас цокольный этаж. Здесь гладильная доска. Ну, холодильник. Смотрим. Здесь двушка, двушка, четырехместный. Три номера с санузлом именно номера. Вот все они примерно вот такого плана. То есть они немножко поскромнее, чем на последующих этажах. Вы сейчас все сами увидите. Кондиционер есть, телевизор есть. Больше ничего, в принципе, вам и не нужно будет. Вешалка, тумбочки, санузел в номере, зона принятия душа, раковина, туалет. Все. Теперь покажу вам эконом, который идет без санузла. Там у нас не жилые номера, там будет жить горничная, в общем, уборная, так скажем. И вот у нас эконом. Он будет очень дешевый, поэтому обязательно смотрите в описании цены. Здесь у нас две тумбочки, две раздельные кровати, сплит-система, телевизор, столик передвижной и шкаф. То есть шкаф имеется. А санузлы у нас будут где кухня. Кухня я уже вам показала, поэтому санузлы будут вот именно там. Теперь хочу подняться на последующие этажи и показать номера там. Поднимемся на второй этаж и покажу все номера на втором этаже. У нас имеется два крыла. То есть первое крыло здесь и второе крыло здесь. Сначала пойдем сюда, а потом пойдем во второе крыло. Поднялись на один этаж. Тут у нас имеются номера. Сейчас все номера я вам покажу. Здесь получается на этаже всего четыре номера. И еще вторая часть есть и дома. Там четыре номера. Начну, пожалуй, с этого номера. Он такой классный, мне так нравится. Здесь отдельный балкон. То есть вы здесь закрываете дверь и все. Это балкон будет личный ваш видеонаблюдение, как видим. И номера. Двуспальная кровать, две тумбочки, подсветочка, красиво, шкаф. Ну, стульчики. То есть стандартный набор, просто все красиво. Вот в плане того, что хорошие обои и ремонт такой. Все под дерево, все так подобрано. Телевизор, кондиционер, ковер. Ну, в принципе, да. Хорошие, я смотрю, шторы. Обстановочка, конечно, тут хорошая. Мне нравится. И вот у нас зона принятия душа, туалет и раковина. В принципе, больше действительно ничего не нужно. Холодильник, я подозреваю, есть. Да, точно. В каждом номере имеется холодильник и кондиционер. Это очень здорово. Выключил свет. И сейчас пойду к тем номера. Здесь имеется балкончик. Вы можете сидеть, курить при желании. Так, это у нас номер также двушечка. Холодильник, стол, даже чайник имеется. Стаканчики, полотенца, тумбочки, двуспальная кровать. Мне нравится, что здесь ковролин. Очень нравится. И здесь имеется балкончик. Сейчас выйду на балкон, покажу обязательно. Телевизор, кондиционер. Да, и вот такой балкончик. Здесь есть столик, стульчики. И выходит на частный сектор, точнее, на другой гостевой дом. Виноград, так красиво. Вообще здорово. Да, и санузел, шкаф. И санузел, зона принятия душа, туалет, рак. Все, по идее, больше ничего и не нужно. И еще один номер. Он тоже двушечка, но я подозреваю, что с дополнительными спальными местами. Потому что я думаю, что этот диван раскладывается. И получается, то есть можно приехать мама, папа, двое деток сюда. Да, красный это диванчик, все влезут. Ну, точнее, детки влезут. Большой телевизор. И номер уже сам просторнее гораздо. Кровать двухспальная. Тумбочки, светильнички. Стулья, стол. Ну, то есть, да, два балкона, что ли, тут? Два балкона точно. То есть, можно ничего себе. И здесь сидеть, и там сидеть. Прикольно. Выходим опять на частный сектор, на гостевой дом. Здесь у нас виноград. Так красиво смотрится вообще. Прям вот обстановка юга. Прям вот тоже вам. Мне нравится. И покажу второй балкон. Почему тут два балкона? Интересно. Да, здесь также столик, стульчики. И выходит, вид опять такой же. Вот на гостевой дом. И на виноград. И сейчас покажу еще один номер. Так, санузел. Санузел. Все то же самое. Санузел уже больше, просторнее. Зона принятия душа, туалет, траковина. Душа ничего не нужна. И шкаф. И еще один номер. Вот у нас последний номер на этом этаже. Здесь у нас двухспальная кровать. Тумбочки, светильнички, балкон. Кстати, очень проветриваемая комната. Но мне нравится, когда не надо включать кондиционер, чтобы было в комнате прохладно. Там холодильник имеется, столик передвижной, шкаф, комната прям просторная, ковролин. Очень круто, когда ковролин. Мне очень просто нравится. Санузел тоже такой просторный. Зона принятия душа, туалет, траковина. Больше ничего и не нужно, по идее, вам для отдыха. Покажу балкон. Окна у нас выходят на другой гостевой дом, на частный сектор, на виноград. Класс. Столик, стульчики. И вот у нас пошла улица Ленина. По этой улице до моря минут 5-7 пешком, спокойным шагом. Теперь хочу показать еще второе крыло нашего гостевого дома. Там тоже номера. Обязательно сейчас посмотрим. Сейчас хочу показать еще другие номера. Здесь у нас номер уже такой более-менее просторный. Имеется шкаф, санузел сразу покажу. Санузел просторный. Здесь уже душевая кабина. Зона принятия душа, раковина, унитаз и много места. И вот пошел сам номер. Здесь у нас двуспальная кровать, две тумбочки, светильнички. Диван раскладывается. Здесь могут лечь детки, допустим, не совсем взрослые детки, так скажем, влезут. Или один полноценный взрослый человек, либо взрослый ребенок. И балкон. На балконе у нас точно так же. Столик, стульчики, сушилка для белья, пицунские сосны, свежий воздух. И окна у нас выходят на частный сектор. Телевизор, холодильник в номере имеется в каждом. Сплит-система, кондиционер. Все. Вот примерно такой номер. Сейчас покажу еще парочку других. И пойдем с вами на море. Здесь у нас трешечка. То есть, три полноценные спальные места. Двуспальная кровать. Красивые фото обои. Я даже пройду. Все в голубом цвете. Светильнички, две тумбочки. Здесь нету балкончика. Да, вот такой вид. Как будто вы на балконе. Классно. Я бы сейчас вот на этом посидела стульчики и покупалась бы в этом бассейне. Шикарно. Телевизор, холодильник, стульчики. Ну и сплит-система. Санузел. Просторный. Зона принятия душа, туалет, раковина. Все. Все необходимое имеется. Шкаф. Кстати. Шкаф сейфа имеется. В каждом номере одеялки, чайники и стаканчики. Сейфы очень здоровы. И еще один номер. Тут номер уже в красном цвете. Он двушечка. Также имеется у нас холодильник. Двухспальная кровать. Две тумбочки. Сплит-система. И тут он тоже без балкона. Телевизор. Очень красиво. Все здорово. Мне нравится, когда на полу ковролин. Я прям вообще подачусь. И зона принятия душа. Такая же точно, как в предыдущем номере. Если вы хотите забронировать номер в этом гостевом доме под названием Дивный. Дивная. Вам нужно написать мне по WhatsApp или Viber. И оставить заявку. Либо позвонить, узнать свои даты. Все цены оставляю в описании. Номер телефона также оставляю в описании. Обязательно приезжайте к нам на отдых. Сейчас хочу показать вам одно отличное местечко. Это зона отдыха. Именно в этом гостевом доме. Крыша. Терраса. Здесь так круто. Вообще, ребята. Я вам сейчас все-все покажу. Здесь и мангал, и баня, и зона отдыха. И шезлонги, и душ. Тут вообще здорово. Ну ладно, начну с этой стороны. Вот, получается, у нас шезлонги. Вы можете приходить сюда и загорать. Душ. Можете также пользоваться душем. Там, да, позагорали, помылись, полюбовались морем. И пошли плавать в бассейн. Либо позагорали и пошли плавать в бассейн. Тут будут расставлены столики. Просто сейчас не стали их расставлять. Еще отдыхающих не так много. Они в основном сейчас все на море. Эти столы и стульчики будут расставлены по всей террасе. Да, покажу самое главное. Это баня. Конечно, она за дополнительную плату. Утек, гладильная доска. Санузел имеется здесь. Чтобы вам не ходить в номер, вы можете пользоваться этим санузлом. И вот у нас банька. Банька за дополнительную плату, я уже сказала. Здесь у нас зона отдыха, телевизор, даже нарды есть. Да, все классно. Кондиционер, холодильник, санузел. И в баньке веник дороже денег. У нас тут также имеется зона принятия души. Как раз таки после бани. Головные уборы, чтобы вашу головушку не напекло. И вот у нас сама баня. Ну, это, наверное, больше сауна. Она, в принципе, больших размеров. То есть здесь поместится даже не два человека. Пятером можно. Классно, когда в гостевом доме есть баня. Это редкость на самом деле. Ну, мне очень нравится. Вообще здорово. Так. Мангал. Им можно также пользоваться. Есть раковина. И вот также столики. Также можно сидеть за столиками, кушать. Вот такая вот зона отдыха. Здесь, на крыше, в гостевом доме. Сейчас предлагаю вам прогуляться к морю. И посмотреть, какой будет у вас пляж. Вот мы идем по аллее, которая ведет к морю. Здесь, на этой аллее, есть совершенно все. Все аксессуары. Купальные. Принадлежности. Магазины. Вина. Пиво. Сувениры. Одежда. Все прям есть здесь. И никуда больше, наверное, ходить не надо. Кафе, рестораны. Все так же здесь. Экскурсии тоже есть. Ну, я думаю, что, в принципе, видно, да, по аллее, которой мы сейчас идем, видно, что очень обширная зона услуг и товаров именно в этой части Дивноморского. Сейчас хочу пройти именно к морю и хочу показать саму набережную и показать море, показать пляжи, на которые вы придете, чтобы вы знали конкретно, что вы выбираете, куда вы ездите. Очень большой ассортимент сувениров здесь. Товаров, купальных принадлежностей. Просто огромный. Кафе на каждом шагу. Одежда на каждом шагу. Ну, я думаю, что достаточно того, что здесь есть. Если вам что-то необходимо купить, вы все можете купить здесь. Аптека, я вам сказала еще в начале ролика, где она прямо рядом с вашим гостевым домом. Если вдруг у вас заболит голова, вы можете приобрести себе таблетки в аптеке. Здесь несколько пляжей. Точнее, он один, просто они разграничены на несколько пляжей. Аттракционов очень много. Развлечений для детей очень много. Здесь, в принципе, не скучно. В плане отдыха места хватит всем. Просто пляжи битком. Я уже даже сейчас вижу такое количество людей. Хотя, видео было снято 5 июня. И 5 июня у нас еще не начинался так прям активно сезон. чтобы такое количество людей было уже на море. И уже было много туристов. И уже все во всю работу. Еще, конечно, открылись не все точки здесь. Но все же, наверное, 90% открыто и 10% закрыто. Вот еще аптека справа. Мы сейчас ее прошли. Аквапарк. Это уже начинаются развлечения. Конкретно на набережной экскурсии. Вот мы пришли на центральную набережную. Здесь у нас все развлечения имеются. Пляж у нас галька. Поэтому песок у вас нигде не будет мешать вам. Также общепит. Это все вдоль набережной идет. Туда вглубь. Вот уже мы видим пляжи. Кафе все работают. И народу очень много. Го уже, уже очень много народу. 5 июня. Я в том году такого даже близко не видела. Все купаются, все загорают, все отдыхают. И это не местные жители, это туристы. Значит, у нас пошла набережная в эту сторону. Прогулочная зона есть. Не очень далеко. И другую прогулочную зону есть. Здесь парк аттракционов также имеется. То есть деткам можно будет покатать их на различных аттракционах. И им будет не скучно, так скажем. Вот, думаю, в принципе, понятно, куда вы приедете. Поэтому обязательно подписывайся на канал. Ставь лайки. И будь в курсе первым всех событий, которые происходят на нашем канале. Смотрите первым все обзоры. Потому что я знаю, что вам надо жилье обязательно. И вы должны быть первым, кто его забронирует. Всем спасибо, ребятки, что смотрите. Подписывайтесь. И до свидания.